на ремонте вот такая кофемашина кореза deluxe gaga с частой поломкой протекает сзади снизу течет не здесь как некоторые думают потому что если бы она здесь внутри протекала теоретически это можно через вот этот клапан но тут она видите стекает сюда и так сделано что она будет стекать вот в этот поддом даже если она там немножко подтекла но подтекает вот здесь сзади что мы делаем открываем откручиваем вверх и заднюю часть и сможем увидеть какая причина протекания смотрите что нужно сделать два винтика вот здесь откручиваем и потом какой-нибудь лопаточкой потихонечку сзади сбоку подрываем вот так вот вверх и нужно снять вот с вот этих двух клипсов то есть получается что когда она туда захлопнулась когда вы поднимаете вот так вот вверх немножко то вот видите вот там вот эта клипса она ее нужно оттуда когда вверх поднимаете она выскакивает и теперь если вот так вот здесь вот такие клипсы защелочка назад просто тянет и вытаскивается задняя стенка когда включаем то видите тут есть такое место где скапывает и в общем-то течет сюда окопает вот из этого блока если посмотреть как вы включаете то вот здесь сам нагревательный элемент и с него потихонечку капает здесь вот видно что капельки капает вниз печальная история не знаю как до него добраться но скорее всего если мы доберемся и открутим вот тот винтик вот один винтик и вот второй винтик то сможем открутить вот эту защиту пластиковую и посмотреть хотя бы откуда капает ну а для того чтобы его снять нужно открутить он держится на вот этом пластике а пластик держится на винтах доступ к винтам вот отсюда снизу есть вот отсюда винты здесь гайки но дело в том что для того чтобы его поднять надо будет поднимать вверх и будет мешать вот этот пластик получается что нам нужно сначала вот это снять а это завязано тут нам на многие винтики и плюс еще и завязана на на регулятор ну то мы в принципе ручку снимаем и регулятор уходит кран вместе с пластиком выйдет но он завязан этот кран на на трубочке и поэтому так легко собственно не получится все друг с другом связано поэтому постараемся вот эти два винтика открутить для того чтобы хотя бы посмотреть какая есть задача но если капает это так скажем ну что ж я посмотрел открутил эту крышку освободил вот здесь как крышку открутил здесь винты эти открутил и получается что она немножко подается открутил крышку потом одним винтом держится этот тэн вытащил оказывается он не течет я зря полез оказывается все таки мне кажется я внимательно смотрел но не видел все таки вот здесь подтекает на трубочке и тут и уже стояла этот хомут видимо он подтекал его меняли потому что вот здесь например стоит заводской видите он вот такой вот здесь стоят заводские вот например здесь ну явно не заводской немножко подкрутил ключик на 7 взял такой торцевой ключик подтянул и все перестало течь поэтому ремонт простой и уже назад все поставил сейчас еще покручу вот здесь винты назад вот эти они закручиваются с поднизу и буду ставить буду собирать назад ну сначала несколько раз еще проверю потому что я закрутил но пока я его туда сюда закручиваю ставил на место мог немножко раз шевелить и она опять может потечь но сейчас несколько испытаний ремонт закончен так что повторяйте как видите если бы у вас стекло из-под заводской из-под заводского хомута ну пришлось бы или подтянуть как можно подтянуть вот такой хомут щипцы то есть если тут вот видите если есть еще не как небольшой зазор то можно его поджать если зазора тут уже нет то поджать некуда практически некуда то придется вот поставить такой хомутик или если у вас есть хомутатель хомутатель это такое устройство которое может поставить хорошо зажимает проволоку как хомутик хомутатель проволокой если у вас нет хомутателя загуглите что такое хомутатель миллион способов у меня есть хомутатель изготовленный очень просто из обыкновенного дверного из дверной петли удачная получила первых легко во вторых удобно и не затратно где-то старую петлю нашел и получилось удобный хомутатель то хомутателем можно зажать потому что вот такие хомуты на таком диаметре плохо держат у них там нет такой функции чтобы обхватывать хорошо поэтому лучше конечно какой-то заводской для заводского нужно специальные обжимки повторяйте на самом деле не сложно а вам мира и добра и пусть закончится война увидимся на канале